В старом законодательстве в законе о хозяйственных обществах я сейчас говорю об ОООшках, я об акционерных обществах не говорю В старом законодательстве о обществах с ограниченной ответственностью была такая норма которая предусматривала, что в уставе можно предусмотреть определенные вопросы или компетенцию директора, исполнительного органа связанного с совершением сделок, заключением договоров на заключение которых нужно согласование высшего органа управления Ну как это делалось? Если участники фирмы переживали о предприятии переживали об его деньгах, имуществах, активах они могли в устав писать, допустим, такое ограничение что директор для того, чтобы, например, продать автомобиль или заключить любой договор с ценой свыше, допустим, 100 тысяч гривен должен получать согласие высшего органа управления Если в уставе такую вещь прописывали, значит, желательно было перенести эти ограничения в единый государственный реестр, следовательно, директор был ограничен Общее собрание участников его контролировало и если эти ограничения нарушались, то возможно было даже признать договор заключенный с превышением полномочий недействительным в судебном порядке То есть этот вопрос раньше был на усмотрение участников Хотите, пишите в уставе ограничения, не хотите, не прописывайте Сейчас в законе появилась, это статья 44 нового закона ОБОО Там норма, которая так же, как и раньше, говорит о том, что мы в уставе можем предусмотреть определенные ограничения на совершение сделок Обязательное получение согласия органов управления ООО в зависимости от цены сделки или от других критериев Но один вид или один, скажем так, показатель, критерий значительных сделок в законе прописан прямо Независимо от того, в уставе вы это пишете или не пишете Там говорится, что если предприятие, общество с ограниченной ответственностью заключает договор Ну, совершает, правочин там написано, сделку Но для нас это договор, как правило Если заключается договор и стоимость товаров, работ, услуг по этому договору превышает 50% Стоимости чистых активов ООО За предшествующий квартал Значит, заключение такого договора требует согласия Предварительного согласия общего собрания участников Что это означает для большинства из нас, для малого бизнеса? Что такое чистые активы? Если вы откроете баланс предприятия Ну, финансовая отчетность, баланс Там есть Сейчас я вам точно скажу Да, там есть Раздел Собственный капитал Это первый раздел пассива баланса Собственный капитал Там есть цифра Вот эта цифра и означает стоимость активов Юридического лица Вы смотрите эту строчку за квартал Который предшествует кварталу заключения договора Если цена вашего договора Больше, чем 50% этой строчки Значит, директор не имеет права заключать этот договор Без протокола общего собрания участников И я вам просто хочу сказать Что у большинства юридических лиц Украины У большинства ООО Эта цифра очень маленькая Или равна нулю Или отрицательная Поэтому по многим предприятиям По многим ООО получается Что сегодня уже директор Даже канцелярию приобрести не может Я вам хочу немножко успокоить Если вы на фирме Где у вас, допустим, чистые активы равны нулю Или очень маленькая цифра Заключаете договор Покупаете там, допустим, бумагу для ксерокса И вы видите, что вы как директор Выходите за рамки этих своих полномочий То есть сделка значительная для вас получается Для того, чтобы не собирать общее собрание участников Протоколом это все дело Не регулировать, не давать согласования Ну, нужно знать, что для вас, конечно Ну, если у вас нормальные отношения с участниками Если они не будут создавать вам сложности искусственные Вы можете заключить этот значительный договор Ну, в кавычках значительный Вы его можете все равно заключить Даже с превышением этих полномочий Такое нарушение Оно автоматически не влечет за собой Признание договора недействительное Не влечет Если только ваша фирма В лице ваших участников Которые вас заставят Или нового директора Которым вас заменят Не решат оспорить этот договор Если вы решите оспорить этот договор Ваше предприятие решит оспорить этот договор Его можно признать недействительным А вот ваш контрагент Он не может ставить вопрос о недействительности этого договора Потому что это ограничение внутри вашего предприятия Поэтому, если такой вопрос ставит ваш контрагент Вы всегда можете сказать Наше общее собрание не против Если вы будете сейчас говорить, что договор недействительный Или вы не хотите платить Мы одобряем этот договор И общее собрание в любой момент может одобрить И в законе в 46-й статье говорится о том, что та сделка, которая заключена с превышением полномочий директором, она может быть одобрена в последующем. То есть общее собрание участников может такой протокол решения об одобрении договора вынести и позже. Поэтому говорить о его недействительности или после этого признавать его недействительным уже нет правовых оснований. Конечно, есть смысл поинтересоваться у контрагента стоимостью его чистых активов. В общем доступе в едином госреестре этих сведений нет. Вы можете запросить эту информацию только как ознакомиться с их балансом. Если они не хотят вам давать баланс, есть смысл, ну это ваш риск конечно, но как вариант можно запросить у них письмо, в котором будет указана стоимость чистых активов или хотя бы будет указано, что данный договор или данная сделка на такую-то сумму не требует согласования с общим собранием участников. Или если это не так, тогда просите протокол общего собрания участников на согласование этой сделки или некоторые предприятия делают общий протокол, допустим там за год или на год вперед, в котором участники прописывают право директора заключать любые договоры. Не очень надежный вариант. Лучше все-таки, но для, смотрите, если у вас серьезный договор, большая сумма, существенные риски, то у вашего контрагента стоит потребовать протокол именно на ваш договор.